друзья всем привет давно не виделись не слышались давно я не брала камеру в руки ничего не снимала последнее мое видео если я не ошибаюсь это было из парижа вот все никак не получалось то на даче работала то работу работала что-то тоже умоталась за эти дни но сегодня тема не об этом через два дня мы едем долгожданное путешествие а именно и еду домой казахстан но еду не просто так и эти видео будут выходить с опозданием небольшим я еду сюрпризом определенный человек не знает что я еду это моя лучшая подруга оселя моя нее юбилей и я еду сюрпризом вот но я еду на недельку раньше от ее юбилея чтобы успеть все сделать там максимально повидаться с кем там сестрой с родственниками то есть какие-то дела поделать планов у меня на казахстан уйма я хочу косметический вопрос сделать к парикмахеру конечно же ко всем врачам пройти все что возможно и невозможно вот а сейчас у нас получается начинается обратный счет сегодня тоже много дел мне остается два дня сегодня завтра послезавтра рано утром уже выезжаем поэту поэтому эти два дня нужно куча закрыть вопросов сделать каких хвостиков у меня осталось потому что я только вчера пришла со смены и фактически два дня чтобы все сделать необходимое что я не докупила докупить какие вопросы не закрыла закрыть чемоданы собрать дома все перестирать убраться короче сделать максимальную подготовку все закрыть все сделать подготовиться собраться и потом поехать поэтому эти дни у меня будут бешеные и я надеюсь что именно с этого видео начинается большое путешествие и много съемок я постараюсь много снимать я хочу запечатлеть казахстан мою поездку чтобы потом пересматривать и вспоминать какие-то радостные моменты надеюсь вам будет интересно со мной еду я и настя дочка соответственно вот будет интересно с нами и приглашаю вас наше небольшое путешествие вместе посетить вот эти дни короче будут бешеные погнали я сейчас вот немножко еще лежу только проснулась вот сейчас начнем надо будет сейчас встать и поехать в город первым делом а там уже дальше по наката надеюсь все успею такое волнительное ощущение я не была в казахстане 6 лет у меня прям а билеты мы взяли с января месяца в январе месяце мы взяли билеты и представляете вот все это время и чем ближе время подходит к дате отъезда тем больше посещают разных мыслей тем больше какие-то фантазии и представления как все пройдет как я увижу одного человека как я вижу другого человека а что я расскажу о чем мы поговорим а как мы будем то как мы это и а вот нужно это успеть в общем найти иногда даже бывают что бессонные ночи что-то предвкушение ожидания надеюсь все так и будет так все и пройдет как у меня в голове дочка тоже самое на каждый день мама осталась два дня до казахстана мама месяц остался мама два месяца тоже ходит считая дни тоже очень соскучилась и очень хочет туда съездить вот так что наши дни к подготовке объявляю официально открытыми так ну что время уже 11 час мы уже немножко все делаем не по плану выбились у нас тоже успела съездить в город отредактировать ремонтировала свои очки у нее там что-то они покривились я зашла к соседке подстрелила собаку вам ей обещала позвонили так по документам вопросы решили не до конца сейчас бегу в дец если меня там уже ждет магазин нужно купить рюкзак а то у меня рюкзака нету в дорогу чтобы чтобы можно было туда ноут положить там документы кошелек чтобы было удобно в дороге использовать вот круче бегу будем сейчас выбирать рюкзачки звоню спрашивают а где на вид в деце вы как я тебя увижу это увидишь короче не заметить невозможно сидит ждет и два часа тебя уже жду все идем покупать магазин хорошо полу пустой утро рабочий день одни старички хотела попить у меня я вот люблю привозить вот такие чаи в подарок сейчас как раз на них еще акции и надо будет нам брать не знаю здесь либо другом росмане рядом с нами хочу думать надо в общем мы прошли в тк макс тут продают брендовые вещи с этими суцерочка небольшой я выбрала два рюкзачка дочь и еще один выбрала очень не знаю будем смотреть у меня самые главные критерии такие чтобы я потом могла использовать его и чтобы там было отделение было для ноута самое важное чтобы мы не таскали с собой сумку специально для ноута чтобы мы просто туда положили в рюкзачок и все вариантов конечно много ну как много суммок разных много вот интересно идут вряд ли ноут поместится ну-ка доча посмотри открой там есть отдел для ноута к твоей куртке подходит смотрите есть маленькая для твоего мамой не будем брать посмотрим как тебе такой в общем будем сейчас ходить выбирать может что выберем в общем из всего предоставленного ассортимента я выбрала два еще . одну в общем вот такой вот виде как сумочки темно-синий ток черный цвет внутри вот так вот красиво аккуратненько есть под лаптоп это но насти его забраковала говорит нет это держим потом она мне предложила вот такой надо же все поранять так куда повешать что было видно вот она предложила вот такое меня смущают что он белый это но не практично здесь вот кармашек внутри черненькая и я выбрала нашла вот такой еще вариант черный фирма вот пенчи в английский не то он такой как под кожу клеенчатый внутри большое пространство раскрыть есть под ноут и такие вот но мне кажется это самый оптимальный такой вариант и поэтому он вроде бы как стоит дорого то есть изначально он стоил 120 евро сейчас 40 так мне кажется он так визуально и не сильно большой в то же время вместительный спинка ортопедическая наверное на нем я и и остановлюсь и потом можно будет его собой куда-то еще брать удобно это берем ok сейчас еще пройдемся посмотрим что может что еще найдем интересненького насти там один одно украшение мы нашли которое она хотела она мне про него говорила но есть вариант в синим голубом цвете в розовом и в черном она хотела в черном но тот вариант который в черном там только один элемент она хотела много короче сейчас будем смотреть девушка сказала еще не все распаковала может быть есть вариант в черном так возьмем потому что это оригинал и он здесь со скидкой вот она хоть хочет вот такой вот комплектик ну тут видите вот один цветочек черненький а там есть еще голубой вот она с тремя но девушка пока что не нашла вот такое она хочет нам нужно были такие подушечки до этого приходили находили какие-то удобные но вот это вот мне кажется такие брали нася говорит нет в общем получается здесь вот отдел тоже как раз чемоданчики вот всякое и тут есть рюкзак засвечивает ниже сниму два рюкзачка есть которые я тоже присмотрела но настя их забраковала короче вот такой вот рюкзак вот это вот марки внутри объемный вот этот вот тканевая а вот это как под клеенку ну плотная в общем он сейчас по акции раньше он стоил где-то бирка вот она раньше он стоил 232 ойра сейчас 30 мне он нравится интересный просто то что-то оранжевое сильно внимание до привлекать к сумке а так вам все классные цена такая замечательная и еще вот эти два ну вот этот вот он такой знаете как под змеяную кожу а этот под кожу мягенький внутри объемный но цена у него конечно 60 евро со скидкой фирма серджио точине короче тоже в сомнениях есть вот такой рюкзак как тот оранжевый только черный но он меньше размером сюда соответственно никакой лаптоп не поместится стоит стоил 214 сейчас 40 в общем так ну и вот эти нужно сейчас выбирать взять две штучки чтобы потому что дорога будет дальняя и возможно будет не у невозможно будет неудобно поэтому нужно брать все купили рюкзак купили на шею подушечку и жим дальше дальше по делам все западем домой зайдем альте зайдем в росман а там дальше уже другие дела ну что у меня следующий пункт назначения зашла в росман купила чеи у меня подруга лего чеи ну и остальным тоже подарочки тем более честно не хочу акции это вообще классно потом закупила масочки вот такие вот вот такой крем взяла очень хороший тоже взяла в подарок детишкам взяла витаминчики вот такие так по мелочи настя взяла салфетки для кожи потом бальзам зубные щетки взяла бальзам не бальзам а этот вот тоник протирать для подростковой кожи короче вот накупила я уже до этого допокупала всякое такое ну просто нужно было докупить сейчас пойду валите сладости буду покупать сам прикол знаете какой вот вроде покупаешь по мелочи того си немножко того немножечко вроде бы так маленькая упаковочка а по факту он огромная сумка получилась и знаете она нелегкая сейчас еще конфеты у меня как обычно я короче закупаюсь закупаюсь а потом у меня в чемоданах перевес вес то не безграничный к сожалению вот короче сейчас осталось купить сладости потом колбаски возьми возьму немножко и все и нужно будет упаковывать потом половину буду убирать с чемодана как обычно в общем все пошли дальше закупаться я не знаю почему но когда я куда-то еду и нужно купить сладости мне нравится закупаться их в альте но в такой нормальной жизни я их здесь не покупаю в общем милка здесь ойра 35 нужно будет вернуться в росман там она подешевле так вот такие сейчас наберу конфетки шоколадки вот это очень вкусная необычная так что вот эти вот всегда беру шоколадки есть молочный шоколад черный очень вкусные очень вкусные недорогие в принципе так что еще вот интересные так что еще потом обязательно вот такие беру вот там немецкие вкусные просто всегда стараюсь брать то чего нету там то есть каких нету там чтобы было интересно попробовать но уже не раз отправлял вот эти кноперсы вкусные вот такие вот вкусненькие обязательно вот этот возьму это ментоловый шоколад но я возьму не здесь а в нету там другой тот вкусней ну и конечно же харибошки без них никуда харибошки ну и так еще понабираю короче закупила себе сладостей я так чувствую половина все останется дома не попав в чемодан нормально да так у нас едет всего двое с двумя чемоданами и это еще дома вещи есть которые покупали и еще свои вещи жесть друзья время уже пятый час я забрала посылку завтра нужно будет все посылки сделать возврат в общем я уже дважды съездила в аптеку сделала перевязку бабушки забрала посылку сейчас возвращаюсь домой возьму одну девушку которая должна собрать ежемалину у меня на даче потому что у меня ее очень много в этом году и мне ее некогда собирать она пропадает жалко поэтому они сейчас пойдут будут собирать я там доделаю свои дела сладости закупила мыльно-рыльно как говорится закупила в общем осталось немножко документы почта и так далее продолжаем мой день я еще даже не завтракала и не обедала вообще дурдом ромашка ну ничего это приятные хлопоты в предвкушении что поеду домой дочь моя вернулась с маникюром теперь деловая крутая ну-ка засвети засвети с блестками с блестками с блестками ну прям шарма ну подожди-ка вот какая красота ходит теперь деловая мама помоги мне сумку открыть мама помоги мне сумку закрыть у меня уже помощь с нуклип а я попросила по его все идем теперь бежим на дачу дальше делаем Настю отправляю на почту делать возврат посылочек вот где вот они посылочки возврат нужно будет сделать отправляю на почту она сбегает отнесет а я тем временем отправлюсь на дачу с девчонками я прибежала на дачу девчонки собирают ежемалинку ежемалинки много в этом году я покажу красавица какая куча много собирает уже есть как раз собирала сейчас вот еще будут собирать для есть кисленькая ночью зеленоватая который легко снимается она сладкая прям вкуснятина барышня в шляпке так я пошла собирать огурцы свекла тоже он здесь кукуруза но проблема с кукурузой я не знаю как понять что она готовая вот это наверное уже можно как вот понять это тоже наверное уже можно данному сверху надо ободрать сегодня сварить что здесь творится здесь помидорки но урожай в этом году не такой как хотелось бы но все равно среди зелени видно есть небольшой урожай но скорее всего он будет уже спеть когда меня не будет красавцы наливаются там смотрите какой большой вот сверху тоже в общем будут наливаться вот здесь вот этот уже можно будет сорвать попробовать были холода и поэтому много завязи поотпадала и не завязались ну хоть что-то это будет хорошо так ну и огурца есть я уже несколько закатала баночек сейчас еще бы собираю остальное сестра будет собирать смотрите какой какую кровь с ладонь интересно по весу сколько грамм 300 400 точно все пошла я пошла я собирать огурцы быстренько и потом нужно будет еще полить и подмести нужно все успеть что время восьмой какой восьмой уже восемь часов ведь 9 уже даже 9 час я только пришла домой с дачи большую сумку огурцов буду мариновать но так как я сегодня ничего не ела я голодная как собака я съела всего три огурца и доела нас кем вчерашний гамбургер это всего чуть-чуть поэтому я хочу сейчас приготовить ужин а потом уже продолжить уборку маринад огурцов и так далее а ужинать я буду на скорую руку вот сейчас почищу картошку свою молодую в этом году у меня вот такой урожай просто гигантская картошка но зато вкусно сейчас ее почищу отварю с маслечком с селедочкой зайдет на раз-два все пошла готовить ужин на фоне стирает машинка так чистить я ее буду с помощью термомикса буквально несколько секунд и картошечка будет себя почищенной так вот чистка заходим вот 4 минуты нет меньше нечаянно не то круто ну и запускаю все идеальный помощник вообще быстренько пока он будет чистить я займусь чем-нибудь другим вот 4 минутки прошло и картошка чистая сейчас я ее сполосну вот шкурка снялась картошка чистенькая гладенькая можно ставить варить я пока в это время немножко прибралась настя мне помогает все ставим варить так меня картошку уже на подходе мы сейчас сядем кушать на сегодня я помимо огурцов на даче срезала кукурузку она круче не знаю я не знаю как определять готовая кукуруза или нет поспела или нет на короче 4 початка срезала сейчас после картошки и его сварю и попробуем что я хотела вам сказать а вы знали что вот эти вот сейчас покажу кукурузные рельцами ну покрайней я так знаю что они называются как на самом деле кто знает напишите в общем вот эти вот полоски которые есть на кукурузе вот эти вот они очень полезны для организма а именно для желчного пузыря то есть когда он переполнены когда начинает уже желчи выходить из организма вот чтобы этого не произошло либо когда это уже наступило их завариваете и пьете в течение дня вот этот вот чаёчек там по моему литр воды вот горсточку с одной кукурузы корточку с одного кукуруза вот это вот заварить дать настояться и выпить в течение дня не сразу в течение дня попиваете и это вообще идеально лучшее средство у меня в детстве был как желчный пузырь восьмеркой закручен и меня мама всего детства поила этими кукурузными крыльцами у меня даже в садике всегда была стояла бутылочка баночка и я знала что если я хочу пить я должна пойти и выпить именно с этой баночки а потом уже водичку и так далее поэтому я тоже сейчас вот это соберу засушу и мы будем снастёха пить нужно как бы это лишним не будет это био натуральная поэтому чайочек вот такая кукурузка сейчас это все очищу картошка уже готова селедка нарезана сейчас садимся ужинать и варить короче сидим мы никого не трогаем ужинаем а уже на протяжении долгого времени что-то пищит 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 на себе что такое не знаю сейчас она подходит короче где так и знала год у нас пожар это сигнализация пожарная сигналка в квартире где-то срабатывала вот так вот а он ищет пищит вечер перестал быть скучно да тут слышно а мне кажется внизу и и и и и и и и и все две баночки закрутила время пол первого баночек было бы больше большое спасибо мари аночки она пришла и мой пакет огурцов который у меня был разделила пополам и забрала тоже пакет как маечка так бы было бы у меня баночки 45 тут отделалась двумя все закрутила на сегодня дела закончены я спать всем спокойной ночи до завтра я доброе утро у нас уже почти обед сегодня продолжение второго дня марафона гонки с препятствиями я уже съездилась из банк немножко там не получилось один вопрос решить сейчас мы зайдем еще в магазинчик один и потом у меня термин в час тридцать на маникюр и уже после будем собирать чемоданы и так далее вот сейчас направляемся так выглядит наша центральная улица немножко панорамовым ребенок как обычно счастливый все гол у нас жарко мы решили немножечко сладенького покушать зашли в кафетерию на остановке недалеко тут настюху такая вот кафетерия и взяли себе вот такой вот эрт кухон берегу так и называют шман кухон нам приятного аппетита сейчас сахаром поправимся наберемся сил и дальше покорению вершин вот 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 мы уже дома прибежали мне термин на маникюр немножко отложили поэтому я решила быстренько сейчас доделать огурцы но уже другие вчера я делала соленые в баночках обычные а до этого я поставила квасится огурцы чтобы были бочковые я очень люблю такие бочковые кисленькие огурчики вот сейчас покажу у меня получилось вот такое ведерочка здесь наверно полный 10 литров будет да и вот такие бочковые огурчики здесь вышли я их сейчас про мою я их квашу они где-то мне чуть меньше недельки стоят потом я их промываю закладываю банки банки в час уже подготовила нужно будет простерилизовать закладываю банки те же самые травки муравки вот эти все добавляю кипятком просто уже закручиваю не рассолом который здесь а просто кипяточком и все и ставлю и зимой получается божественные кисленькие огурчики которые очень хорошо подходит как в оливье как так похоже не сильно кислое ну классная вкуснятина я честно говоря чуть побольше соли добавила в этом году я сделал чуть меньше но пойдет вкуснятина короче все быстро закручивают и тут ведерко и бегу на маникюр ну что друзья я уже там дома уже время сколько там время насть в общем уже глубоко темно все и все сделала сегодня успела за два дня маникюр сделала такие теперь красивые ноготочки чемоданчики собрала сейчас хотим поужинать что я проголодалась и пойду в душ и спать так что касательно чемодана в итоге у меня получилось два чемодана вот этот вот чемодана я не закрываю потому что я утром доложу сюда еще колбасы 5 сосиски немецкие и вот второй чемодан вот каждый чемодан по билету у меня 25 килограмм я их разделила тютелька в тютельку потом одна сумка 7 килограмм это ручная кладь пойдет потом у меня немножко не хватило вещей для моих в такую сумочку взяли чтобы не брать ручную кладь на коротиков потому что нас двое и немножко неудобно поэтому такую сумочку свечу на себя на плечо либо на тележечку поставит и у меня еще будет рюкзак вот у меня будет еще рюкзачок на которому по которой покупала я показывала и все и в принципе я думаю мы должны справиться чемоданы конечно тяжеловатые но ничего главное доехать до аэропорта там их сдать а там уже с пересадками летим и сгону с гамбурга сначала мы утром садимся на поезд потом мы лить доезжаем до гамбурга в гамбурге мы до в аэропорт из аэропорта мы летим уже потом в катар аэропорт в духе там по моему два часа пересадка и обратно также летим уже из катара в алмату поэтому на этом пути главное дэропорта здесь доехать до чемоданы а там уже в алмате нас встретят и главное чтобы не распотрошили чемоданы я очень за это переживаю в том плане потому что говорят что вот это вот авиакомпания катарская очень строго и ну требушит чемоданы в плане мясного всего так то ничего запрещенного не везу хотя у нас можно три кустика на человека но все равно не везу вот а мяско везу и надеюсь что пронесет все все будет хорошо очень надеюсь вот поэтому как мы долетим как мы прилетим какая у нас будет дорога уже в сторону аэропорта и завтрашний день день дороги это уже будет следующим видео вот сейчас я с вами прощаюсь буду стараться чтобы видео видео было почаще побольше и со всего нашего отпуска посещение встреча гостей застолья и тому подобное надеюсь будет интересно мне-то уж точно и вам тоже все сейчас спокойной ночи пока пока до скорых встреч